Продолжение следует... Вторая – прошлогодний мини-сериал «Гириллия» о вымышленной группировке чернокожих леворадикалов, действовавших в Великобритании 70-х годов. Но прежде чем мы перейдём непосредственно к кинолентам, предлагаем вкратце рассмотреть исторический контекст возникновения афроамериканских леворадикальных организаций. Несмотря на отмену рабства полтора столетия назад, чернокожие в США долгое время продолжали считаться людьми второго сорта. Сегрегация учебных заведений, распределение мест в общественном транспорте, кафетерии для белых и цветных. Подобные социальные барьеры были закреплены в законодательстве США. Афроамериканское население в основе своей состояло из социальных низов. Экономическая эксплуатация и отсутствие гражданских прав, сдобренное полицейским произволом, стало катализатором для мощного социального взрыва. Партия «Черных пантер» являлась одной из немногих организаций того времени, отбросившей пацифистскую тактику Мартина Лютера Кинга. Она была сформирована в октябре 1966 года Бобби Силом и Хьюи Ньютоном для защиты чернокожего населения от произвола полиции. Члены организации занимались общественно-политической деятельностью, в которую входили просвещение, гуманитарная помощь детям из бедных семей, выпуск собственной газеты, организация демонстраций и патрулирование черных районов. Спустя два года после образования партия насчитывала уже несколько тысяч сторонников, среди которых была мать знаменитого рэп-исполнителя Тупака Шакура. Идеология «Черных пантер» сочетала в себе марксизм и панафриканизм. Марксизм нужен был пантерам для того, чтобы осознать подлинные причины расовой сегрегации. Их не устраивали объяснения черных расистов и христианских проповедников. Дискриминация – это не заговор белых и не гнев божий, а механизм классового господства. Марксистское понимание свободы предполагает свободу для всех, невозможно изолированная свобода отдельного человека, нации или расы, без освобождения всего общества. Поэтому пантеры ставили своей конечной целью уничтожение капитализма. Панафриканизм в лице Фанона возвращал им чувство собственного достоинства, отнятое у них репрессивной культурой, в которой негр – человек второго сорта. Пантеры зачитывались трудами Мао, Фанона и Че Гевары, впитывая революционные идеалы и методы борьбы с угнетателями. Большое влияние на пантер также оказал Малкольм Икс. Как отмечал в своей автобиографии Хьюи Ньютон, в «Чёрных пантерах живёт дух Малкольма». Харизматичный политический деятель проповедовал идею вооружённой самообороны, и, несмотря на расхождение в мировоззрении, они считали себя продолжателями его дела. Закат партии начался в 70-х годах после ареста и убийств ключевых фигур «Чёрных пантер». Окончательно организация прекратила своё существование в 1982 году. Тем не менее, пантеры, наряду с другими левыми организациями, изменили к лучшему жизнь миллионов афроамериканцев. И речь идёт не только о получении равных прав с белыми. Важнее то, что пантеры смогли поднять уровень классового сознания у афроамериканцев, пусть и ценой своих собственных жизней. Что ж, теперь перейдём к сериалу «Герилья». История разворачивается в Лондоне в 1971 году. Дети иммигрантов, любящая пара Маркус и Джесс, принимают активное участие в борьбе за расовое равноправие. Джесс – молодая медсестра, дочь индийского коммуниста, отбывающего пожизненный срок за участие в движении Наксалитов. Родители Маркуса родом из Нигерии. Несмотря на высшее образование, его попытки устроиться преподавателям в университет по понятным причинам терпят крах. На одной из мирных демонстраций полиция убивает их близкого друга Джулиана. После этого случая Маркус и Джесс решают освободить из тюрьмы политзаключённого радикала Тхари Бишопа, чтобы в дальнейшем организовать вооружённую ячейку. Они скитаются из одного убежища в другое, и изо дня в день им приходится слышать свои имена в экстренных новостях по радио и телевидению. Бывший парень Джесс пытается отговорить её от преступной деятельности, но обратного пути уже нет. Уголовный кодекс, кодекс господствующего и влиятельного класса, превратили в кодекс для всех. Его внедряют вооружённые органы, которые защищают господствующий класс. И значит, закон, по своей сути, субъективен, а не объективен. Хорошо написано. Чушь. «Герилья» — это в первую очередь драма, основное место в которой уделяется паутине межличностных интриг между главными героями. Несмотря на обилие отсылок к Улерике Майнхоф, Фанону, Красным Бригадам, Че Геваре и Новым Левым, сериал весьма дилетантский показывает образ революционеров. Это связано с тем, что телеканал «Шоу Тайм» ориентирован на потребителя массовой культуры. Поэтому мотивация главных героев, их психология и моральный облик не сведены до стандартов массового зрителя. Для того, чтобы обыватель сопереживал персонажам фильма, он должен понимать их. Если на экране показать настоящих героев, жертвующих личным интересом во благо общественного, латиноамериканских партизан, советских героев труда или радикальных политических активистов, то массовый зритель их попросту не поймёт. Для него это всё примеры ненормальных, психически больных людей. Такими и предстают перед зрителями персонажи-герильи. Психопаты, садисты, невротики, авантюристы и неуравновешенные романтики. Такими их видят современные буржуазные режиссёры. Негры с оружием. Это уже совсем другой разговор. Верно, Джесс? Так теперь будет, да? Таков будет почерк банды Бишопа Митры. Явиться и действовать. Когда ты смотрела в глаза радызийцам, и они обмочились от страха, хорошо тебе было? Да, хорошо. Это сила. Это сила. Пусть увидят её в наших глазах. Ты со своими витьеватыми словечками. Ты раздаёшь их и держишь ими на поводке. Я... Ты поступаешь так, Стхари, со мной. Я делаю вас символами, а ты отворачиваешься от борьбы. Борьба разворачивается здесь, на улицах наших городов, а не в сраном Ливане. Не испортись оружием в руках. Не лезь, не лезь. Да идите вы нахуй, решайте всё сами. В то же время видно, что создатели симпатизируют партизанам, но они не могут проникнуть в их подлинную психологию в силу своей мещанской ограниченности. Поэтому мотивация главных героев сериала весьма проста и примитивна. Месть полиции за убитого друга Джулиана. Именно это является движущей силой развития сюжета, а вовсе не революция, о которой в сериале льётся так много пафосных речей. Говорит Джесс Митро. Этими словами я объявляю войну. Так мы восславим деяния Фанона, Лувертюра, Че и Хэмптона, которые первыми вдохновили нас своими сражениями за других людей. То же самое можно увидеть и в других современных лентах про левых радикалов. Пожалуй, самый известный, комплекс Баадер-Майнхоф, точно так же выставляет главных действующих лиц психически неуравновешенными людьми, которых толкает на вооружённое сопротивление выстрел в Руди Дучке и убийство студента на митинге против визита в ФРГ иранского шаха. Эволюция политических взглядов Ули Рики Майнхоф, Андреаса Баадера, Гудрун Энслин и других рафовцев мало кого интересует. Вместо этого создатели фильма демонстрируют импульсивных бунтарей, которыми движут эмоциональные порывы, а не обдуманная тактика и стратегия борьбы. В герилии это особенно бросается в глаза. Партизаны постоянно ноют, они не знают и не понимают, что им нужно делать. За их действиями скрывается отсутствие каких-либо внятных политических убеждений. Теперь о фильме «Пантера». Режиссёр Марио Ван Пибблс снимал его, опираясь на одноимённую новеллу своего отца. Двухчасовая повесть призвана рассказать о подъёме и упадке движения чёрных радикалов. Фильм начинается на одной из улиц Окленда в середине 60-х годов. Совсем ещё юного чернокожего мальчишку, что едет на велосипеде, насмерть сбивает машина. Всё из-за того, что власти никак не раскошелятся на светофор в Чёрном районе. Организованная в память погибшего ребёнка демонстрация жестоко подавляется полицейскими, а большинство активистов арестовывают. Хьюи Ньютон и Бобби Сил создают партию «Чёрных пантер», призванную стать авангардом чернокожего сопротивления. Роль Хьюи исполняет несовершеннолетний на момент съёмки фильма актёр Маркус Чанг. Они вооружены и хорошо знают законы. Патрулируя районы с оружием в руках, они пресекают попытки легавых докопаться до Чёрного или без каких-либо оснований арестовать его. Стоит отметить, что в фильме встречаются эпизоды точь-в-точь, присутствовавшие в реальной жизни, такие как продажа пантерами красной книжицы Мао в Тридорога или фотосет Хьюи с винтовкой и африканским копьём. Постепенно руководство ФБР начинает подозревать, что леворадикальные тенденции пантер – следствие влияния коммунистов из-за рубежа, что представляет огромную опасность для страны. Ключевая фигура сериала – ветеран Вьетнамской войны по имени Джадж. Спецслужбы пытаются завербовать его. Посоветовавшись с Хьюи, Джадж видит в этом неплохую возможность давать легавым ложную информацию и сбивать их с пути. Пока ещё никто, кроме Хьюи, не знает о якобы шпионаже товарища, и некоторые начинают подозревать, что Джадж действительно работает на свиней. Однако со временем так и происходит. Под давлением спецслужб он даёт повод для задержания пантер, совершая ограбление заправочной станции в пригороде Окленда. У полиции появляется отличный повод объявить политических активистов обычными бандитами, которые прикрываются громкими лозунгами ради собственной выгоды. Однако посадить их за решётку не удаётся. Кассир автозаправки оказался слепым и не смог распознать преступников. Между тем вооруженные пантеры во главе с Бобби силам беспрепятственно вторгаются в Калифорнийский Капитолий, зачитывают партийное заявление и открыто выступают против введения нового закона, запрещающего ношение оружия. Впоследствии Бобби на полгода сажают в тюрьму, однако акция привлекает внимание мировой общественности, и в этом плане пантеры выигрывают. Паранойя спецслужб постепенно доходит до того, что они вступают в сговор с местными наркобаронами и решают заполонить чёрные кварталы дешёвым героином, чтобы разложить и уничтожить движение. Однако совесть не позволяет одному из агентов участвовать в наводнении гетто наркотиками, и он сливает всю информацию о планах ФБР Джаджо. Дальше, как говорится, дело за малым. Фильм заканчивается сценой перестрелки с полицией и ликвидации склада с опиумом. Проводя параллели между двумя картинами, можно сказать, что пантера, безусловно, более реалистична. В отличие от герильи, персонажи фильма здесь не вступают в вооружённую борьбу с полицией после гибели ребёнка во вступительной сцене. Фильм показывает самых обычных людей, поставленных в экстремальные условия. Они учатся противостоять системе, им приходится вести себя разумно, чтобы не погибнуть. Режиссёр не идеализирует главных персонажей, они все имеют свои слабости и недостатки, но они не выглядят психически больными людьми, как Тхари в герилье, Андреас в комплексе Боадер-Майнхоф, Ильич в сериале «Карлос» и группа М-19 в «Нарко». К сожалению, несмотря на почти двухчасовой хронометраж фильма, многое из истории пантер осталось за кадром. Режиссёр потратил слишком много экранного времени на двойную жизнь Джаджа, вместо того, чтобы подробнее рассказать о зарождении пантер, политических взглядах Ньютона и его концепции психологической войны. Кстати, из книги «Революционное самоубийство» вы сможете узнать, как родилась идея называть полицейских свиньями и откуда взялся лозунг «Вся власть народу». В фильме также нет ничего о поездке Хьюи в маоистский Китай и о том, как он скрывался от американских властей на Кубе. Сегодня накопилось много мифов вокруг чёрных пантер. В первую очередь, конечно, пантерам приписываются расистские взгляды, хотя основатели были последовательными коммунистами и боролись с любыми видами дискриминации. У Хьюи даже есть статья, посвящённая освобождению женщин и гомосексуалов. Гомофобия и женоненавистничество проистекают по Ньютону из рабской психологии, по типу той, что заложено в расизме. В то же время стоит подчеркнуть, что чёрные пантеры не имели никакого отношения к ЛГБТ-сообществу и борцам за социальную справедливость. Идеология партии была сугубо антикапиталистической. Хьюи считал себя марксистом и поэтому видел в угнетённых меньшинствах союзников для борьбы с общим врагом – капитализмом. Это радикальным образом отличается от популярной сегодня политики идентичности. Можно с уверенностью сказать, что политика, направленная на защиту меньшинств, осуществляемая неолибералами, по сути представляет собой тот же самый механизм классового господства. Суть в том, что политика идентичности направлена на получение привилегий для той или иной социальной группы в рамках эксплуататорского строя. И неважно, в какой обёртке она преподносится – гендерной, национальной или этнической. Это ничем в сущности не отличается от расизма, с которым боролись чёрные пантеры. Подведём итоги. Общая проблема для всех перечисленных лент в нашем обзоре – это поверхностность. Даже честный и весьма крепкий фильм «Пантера» страдает отсутствием глубины. Недостаточно показать жестокость и произвол полиции, расовую дискриминацию и лицемерие властей. Нужно суметь объяснить все эти явления, а с этим у современного кинематографа большие проблемы. Что же тогда смотреть? Мы советуем ознакомиться с такими фильмами, как «Битва за Алжир» и «Операция чудовища» Джилло Пантекорво, «Оссадное положение» Коста Гавраса и документалкой «Молодёжь Германии» Жанна Габриэля Перьё. На сегодня всё. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok